Депутатская комиссия 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 Рудана, естественно, пройдет свою фильтрацию Я настойчиво все-таки хочу присутствовать, отснять материал Потому что потом у общественности будет куча других запытаний Что типа опять у нас тут за закрытыми дверями Вась-вась там всякий и так далее Потому что есть куча вопросов к Севертрансу Куча вопросов и я могу дать ответ людям Которая Рудана не отображает все то, как есть Она редактируется кем-то Я не могу закончить эту полемику, потому что вы не слышите Я вас слышу, я услышал, я пытаюсь переварить и вам объяснить Может быть вы не слышите громаду Вы громаду чуете или чуете Или это чисто ваши личные интересы Личные интересы представителей Горисполкома, Севертрансства и тех обиженных, которые пришли Я защищаю личные интересы Горисполкома Если вы считаете, что есть, то давайте мы напишем Камин у людей, которые неправильно нарабатывают в этом реализации 43 и 47, только их две статьи рекоментированы, которые выведены Другие статьи вообще не поставятся Решение. Когда будет приниматься решение, это будет закрытое заседание Все перевозчики претендентов Вы являетесь перевозниками претендентов? Что вы тогда хотите там делать? Это одна свадьба, есть приглашение, как ходишь, нет претендентов Все перевозчики претендентов находятся там Представители организации громадской, которые входят в состав конкурсного комитета Тоже находятся там Депутатский корпус находится там Это не базар Там есть представители депутатов, организации Прокурор Представитель службы безопасности Украины находится там Гаилышники Укротрансинспекция Представители от громады Почему? От Рады Майдана Почему не должны присутствовать представители от Рады Майдана? Это общественная зарегистрированная организация Я что-то прочитал Понимаете? Вот меня сейчас вы хамили Вот там вот, не здесь Вот там, ваш начальник Это хамство было, меня не пускать Понимаете? А чем оно порождено, я вам объясняю Вы боитесь Знаете, что боитесь? Что я сниму это на камеру И все люди увидят Какие здесь принимаются решения Каким образом принимаются решения И так далее От страха, от страха Так вот, не бойтесь Мы делаем себе это Объясню Есть по некоторым пакетам у нас Не состоявшийся конкурс Соответственно, нам надо подготовить сейчас Ну, проверить то, что мы сейчас посмотрели И, соответственно, назначить временные перевычи Ну, просмотреть, чтобы оно все совпадало И те, кто не верен, найти еще Поэтому мы объявляем передел И завтра на 16.30 мы вас ждем Мы сделаем табличку, чтобы было все понятно Для облашения результата конкурса Есть возражения за уважением? Нет? Тогда спасибо Я там присутствовал Я сидел Прикровировал И смотрел И легко открываются конверты Объем работы очень большой Есть спорные вопросы Есть незакрытые места Поэтому только что в конкурсе комитет вышел Анченко объявил Перерыв до завтра до 16.30 В 16.30, ну максимум в 17 Завтра будет объявлено решение конкурса комитета Это все, что я вам планирую вам сейчас сказать Сегодня решение принято не было окончательно Ну то есть, самого решения конкурса комитета не было Мы решили начать Мы решили начать Прессы готовы? Прессы готовы? А почему мне запрещено? Вчера Вроде бы Маленко сказал, что не возражаешь Тут нет никаких проблем в этом плане Есть председатель, который определяет, что заходят Схема та же самая осталась с 2009 года Она осталась та же В 2009 году они вышли к нам 150 машинами По факту работало всего 17 Которые были в городе Работали не ровно месяц Потом осталось 2 Сегодня они вышли 300 машин И победили, да? И победили, да? И победили, конечно То есть, все вот эти вот Вы там писали По-моему, 68% И сколько вы писали В Домашней газете А там Вот так как они проникли Так они победили, да? Сегодня они вышли И выиграли Чтобы не соврать Но они вышли вместе с Днепропетровской Днепропетровское предприятие 205 Выиграло где-то порядка 87 или 88 Графиков Ну, ты понял о чем я говорю, да? Единиц А эти уже захватили, ну, наверное, графиков 800 Они гораздо больше, чем было до сегодня Конечно Сколько наших наших потеряет работу? Наших работников Криворожан, допустим, потеряет На мою прикидку На сегодняшний день Если брать те 300 машин, которые они привезут Это как минимум 300 300 машин 300 безработных Это у нас, как бы, говорится В машине А там же по 2 Автомобили Там Там минимум по 2 человека Ну, где-то по 3 Это по 2 Но безработные Это понятие растяжимое Потому что у них схема работы одна Они выиграют конкурс своими машинами Потом приходят к тебе и говорят Дай бабок На О, становись работать Ну, вот эти вот схемы Они потом отображаются на стоимость билета или нет? Давайте вы Давайте тему тарифа не тронать Вот это никак не связано Не связано Потому что вы Я вот просто Я читаю ваши вот эти комментарии Когда Уберите Эту, как ее Коррупционную составляющую Я тебе покажу Я делал расчеты на перевозку Покажи мне Где там Коррупционная составляющая Где? Коррупционная составляющая у нас сегодня одна Человек одноразово отдал бабки и работает Пока его не выгонят То есть она ложится чисто на плечи Конечно Конечно То есть это просто Ну почему оно Оно не отображается на пассажиров Усимили перевозчик Усимили водителя Водитель начинает хамить просто Пассажирам объяснять Идите вы к черту Нас тут давят То есть с этим сталкиваются люди Как пассажиры Давай мы не трогать водителей Потому что это человеческий фактор Водитель работает только потому Что человек в свое время Вложил 20 тысяч долларов Купил машину И дал этому человеку работу То, что он себя ведет по-хамски Это человеческий фактор Есть нормальные люди Есть которые говорят Пожалуйста, спасибо Зайдите, выйдите Сядьте А есть Извините, хамло Я этого Я никогда не говорил Андрей слышал Я никогда не говорил И он поехал Я был в шоке Я бы хотел Чтобы конечно Такое было обслуживание Кругом Я сейчас тебе приведу простой пример Вот у нас по маршрутной сети Должно было работать Полторы тысячи машин Работает 1800 То есть 300 лишних машин Которые поставил Севертранс Наших Криворожских Пацанов Которым извините Что случилось Им надо встать на маршрут Пришел денег дал Тебе поставили Севертранс Дали такую возможность Что такое 300 машин В городе Это Каждая та Которая работала Как минимум В день Там 50-100 гривен Теряет Тебя воруют пассажиров Тебе залезают в карман Правильно? Так-то Реальная математика Да Вот сейчас Прошло сокращение 1200 машин остается Вот если их останется 1200 И они будут работать В нормальном режиме Потому что у нас сокращение Практически по всем маршрутам По количеству машин Я тебе гарантию даю Хватит всем И нам вот так И вам вот так Ездить Тихонько Никто ни за кем не гоняется Потихонечку В графике Спокойненько едет Берет пассажиров Высаживает А когда ты Едет водитель И знает Что у нас на Следующей остановке Зайдет еще 3 лишних машины И перехватит Пассажиров Что ему делать Вот он и гонится За рублем Вот ему Вот он гонится За рублем Почему? Потому что Ну так вот это и есть Составляющая Как вас задали вопрос Коррупции Вот там что-то на четвертом этаже делается Нас не пускают сюда Нет, это тоже коррупция Они не без хватит Они же заплатили Подготовить хотят С них садать Если мы говорим О коррупции власти То Здесь Вопрос 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 И всех начальников транспортного отдела я еще никогда не видел, чтобы в городе Кривомроге транспортной инфраструктурой руководил директор предприятия Севертранс, а не город, а не транспортное дело. Вот это, вот в этом бредятен.